Забота о здоровье детей, забота о будущем. Уровень младенческой смертности в прошлом году чувашским врачам удалось значительно снизить. Сейчас показатель сопоставим с цифрами в развитых европейских странах. Однако медики не останавливаются на достигнутом. Огромное внимание уделяется совершенствованию медицинской помощи и не меньшее воспитанию молодых родителей чувство ответственности за младенца. Правильно пеленать, держать и кормить малыша. Всему этому будущих мам учат в школе материнства. Чтобы ребенок рос и развивался нормально, нужно знать элементарные правила обращения с новорожденным, чтобы не причинить ему вреда. Во-первых, малыш должен иметь свое спальное место. Это исключает возможность придавливания во сне. Во-вторых, после кормления ребенка нужно пару минут подержать вертикально и положить в детскую кроватку. Что такое бережное отношение? Это, во-первых, уметь быть рядом с ребенком спокойной. Когда ты спокойна, ты думаешь правильно. Ребенок может срыгнуть. Это знают все. И врачи обучают, педиатры обучают маму правильно держать ребенка, чтобы он просто-напросто воздух отрыгнул. Правильно положить, правильно сделать валик, для того, чтобы ему удобно было лежать на боку. Укрывать новорожденного одеялом с головой нельзя. И, конечно же, за малютками нужен глаз да глаз. Вообще лучше всего, чтобы ребенок был всегда с тобой, мне кажется, как он маленький. Даже вот советуют носить эти лоскуты и ребенка чаще носить с собой, потому что ребенок спокойнее, маме спокойно, что он рядом. Сейчас в перинатальном центре 30 малышей, появившихся на свет раньше срока. Врачи во всеоружии. Медицинские технологии позволяют эффективно выхаживать недоношенных младенцев, даже родившихся с массой в 400 граммов. Но врачи не все сильны. К сожалению, бывает, что младенцы гибнут по недосмотру родителей. Младенческая смертность складывается из, так сказать, медицинских проблем, с которыми мы справляемся более-менее. И, так сказать, социальные проблемы, которые достаточно большую роль оказывают как и на качество здоровья детского населения, так и на показатели смертности детской, младенческой. И поэтому хотелось бы сказать, что очень обидно, очень жалко терять детей первого года жизни именно от этих вот социальных, скажем так, трудно управляемых медицинскими организациями причин. Пока малыш спит, новоиспеченные мамы Наталья Мефодьева им любуются. Рожать в первый раз страшно, говорит она, но быть мамой – огромное счастье. Языку общения с младенцем она научилась с первых минут. Если ты любишь вообще ребенка и хочешь вырастить его счастливым, в любом случае ты будешь опекать и ухаживать за ним. Вот это самое главное. Бережные отношения к младенцу у большинства родителей уже формируются на интуитивном уровне. Но, увы, не у всех. Поэтому специалисты советуют найти хорошего, грамотного врача и выполнять все его рекомендации, чтобы вырастить крепкого малыша. И, конечно, ежеминутно помнить о том, что родители ответственны за здоровье своего ребенка. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика.